Окей, до того, как я перейду к Божьему Слову, я хочу сказать, что вчера у нас был очень печальный день, мы похоронили Виталика, и написано в Святых Писаниях, и это очень странно, что лучше идти в дом к плачущим, чем идти в дом, где радуются, и написано, что день смерти лучше, чем день рождения, и в нашей материальной голове эти слова кажутся абсурдом, но для верующего человека, он понимает, почему написано так, потому что человек, который уходит, для него это встреча с любящим отцом, и, конечно, этот отец также и судья, но он праведный судья, и те, которые умирают в Мессии, у нас есть оправдание, есть благословение с небес, и много милости, те, которые остаются на земле, почему это хорошо, потому что это время подумать о себе заново, потому что никто не знает, сколько дней отчитано, и очень важно исправить свой путь, как ты стоишь перед Творцом неба и земли, а если в твоем сердце вера, оправданная праведностью, если у тебя жертва за жизнь, и предлагаешь эти усилия для того, чтобы идти праведным путем, и я хочу сказать, что эти вещи должны сопровождать нас в нашем пути, и я хочу перейти к Божьему Слову, и в нашей программе мы запланировали себе дать два урока из послания Якова, кто помнит Якова? Был такой человек Яков, и его послание достаточно особенное. Были люди, которые говорили, что из книг Нового Завета нужно убрать послание Якова. Кто помнит, кто такое предлагал? Кто это был? Кто это был? На одном из соборов, когда решали, какой будет канон, то хотели бы канон не включать. Окей, это был более поздно. Кто еще? Лютер. Товарищ Лютер. Он хотел бы уйти от Якова из книги из книги Кодек. Потому что он думал, что Яков сказал грубые слова. Потому что в посланиях Шаула написано, что в вере мы оправдаемся. И Яков, как мог Яков сказать, что дела тоже важны? Я хочу сегодня коротко учить про Якова. Ага, в истории эмуна שלנו, שלа яхудин, кстати, в истории людей веры и евреев, всегда были разные взгляды на веру. Были более консервативные взгляды. Были более либеральные взгляды. Например, вы знаете, про кого я говорю, Шамай и Лель. Они были направлены более были другие люди, которые мистикой больше увлекались. Есть дворы, которые были очень практические. В Бритах это тоже сфер иерус. И в Ной Завете, который также является евреем, с книгой. Есть такой же образ написания. Шауль, он очень свободный парень. Все будет хорошо. Только верить. Иешуа и Яков говорили более остро. Нужно идти узким путем. Иоанн. Он берет нас в мистическую. И поэтому очень важно изучать и читать все Писания. потому все это укрепляет нас и дополняет. Кто был Яков? Яков был родным братом Иешуа. Есть две версии Иоанн. Иоанн. Есть некоторые говорят, что после того, как Мириам родила Иешуа, потом родились у нее другие дети. И один из них был Яков. Есть другая версия. Что Мириам была второй женой Иосифа. от первой жены у Иосифа были дети. И скорее всего его первая жена умерла, потом он женился на Мириам. Но не прикасался к Мириам, потому что Дух Святой дал ему откровение и у нее родился первенец Иешуа. Какую версию вы выберете это ваше право. Мне больше нравится вторая версия. Потому что было место в Святых Писаниях когда Иешуа сначала учил. Написано что его мать и братья пришли чтобы забрать его. Если бы он был первым сыном первенец то в местор это еврей то в еврейской традиции скорее всего у них не было бы они бы не проявили эту инициативу для того чтобы сделать так. Но если бы он являлся младшим сыном от второй жены скорее всего у них была бы эта опция смела сделать это. А может быть это не так. Мы знаем что Иаков в какой-то этапе гуэлл. И мы только знаем одно что на каком-то этапе своей жизни Иаков укрепился в вере и точно узнал что его брат является искупителем мира. И он стал лидером общины в Иерусалиме. Согласно традиции в Иерусалиме было две общины. Первая была более греческая. Конечно там были только евреи но они были идолопоклонник но они были такие более западно настроенные товарищи. Они были евреями которые получили образование и жили традициями Греции. Тогда это было очень распространенное явление Аристотель и следовать великим философам. А вторая община была еврейской ортодоксальная и Яков был лидером этой общины. Согласно еврейским источникам эта община была очень особенная потому что там постоянно эту общину сопровождали чудеса и знамения. Яков принял несколько больших решений и в Деяниях 15 мы учим что его Яков использовал Святой Дух Яков своим образом жизни и взглядами был такой очень еврейский еврей но его использовал Дух Святой для того чтобы не евреям за пределами Израиля жить жизнью не еврейской. То есть Яков решил что язычникам можно исполнять основные заповеди стандарты ноя и не обязательно им проходить гиур и становиться евреями. И когда мы начинаем читать послание Якова первые слова его он пишет 12 коленом Израиля. Конечно некоторые переводят это для всех общин. Конечно потому что все Слово Божье подходит для всех верующих для всего тела Муси. Яков пишет 12 коленом. И я верю что это слово было все таки для народа Израиля для 12 колен тех которые жили как евреи своей жизнью. Яков Марим поднимает несколько тем Я не буду сейчас затрагивать их все С Божьей помощью я хочу сегодня затронуть три темы опыт ма шве паним лицеприятие и дела веры Если мы успеем затронуть три урока это хорошо Отец я молюсь чтобы ты дал нам открытое сердце для твоего слова во имя Ишуа Маше Мы видим Яков начинает свои слова так я буду читать сразу на русском вы на своем языке Братья мои когда на вашу долю выпадают различные испытания считайте это великой радостью ведь вы знаете что испытания которым подвергается ваша вера вырабатывает у вас стойкость а стойкость должна привести к достижению цели к тому чтобы вы стали зрелыми и совершенными и чтобы не было у вас никаких недостатков а если кому из вас не достает мудрости пусть просит у Бога который всем дает щедро без попреков и ему будет дано Я прочитал 2-й, 3-й, 4-й, 5-й стихи и хочу продолжить читать с 12-го стиха счастлив человек который стойко переносит испытания потому что он выдержав их получит венок жизни обещанный Богом тем кто любит его и пусть никто не говорит подвергшись испытанию это Бог меня искушает и пусть никто не говорит подвергшись испытанию это Бог меня искушает Бога нельзя искусить злом и он никого не искушает но каждый человек искушает себя сам его увлекают и манят собственные желания желания зачав рождают грех грех же созрев производит в нас смерть они коре киргум кцат модерни они ищут от их мадив ликро это синоид я читаю сейчас моя библия это современный более перевод лично я предпочитаю синодальный но я специально читаю новый перевод потому что мы заново сможем размышлять над этим текстом во первых здесь есть два слова искушение и испытание на греческом на котором оригинально был написан этот текст это одно и то же слово поэтому не думайте что в одном месте написано испытание в другом искушение это одно и то же тогда у нас есть логическая проблема каким образом Бог так искушает он или не искушает я хочу более простым образом объяснить слова якова как мы смотрим на наше состояние с какой точки зрения мы смотрим я хочу чтобы мы на одну минуту открыли Исаию 45 стих 5 6 7 Я Господь и нет иного нет Бога кроме меня Я припоясал тебя хоть ты не знал меня дабы узнали от восхода солнца и от запада что нет кроме меня Я Господь и нет иного Я образую свет и творю тьму делаю мир и произвожу бедствие Я Господь делаю все это то слово которое написано здесь Я произвожу мир делаю мир на Иврите написано Я делаю зло то есть нам нужно понять есть люди которые говорят что Бог стоит на белой стороне а дьявол на черной стороне и между ними вся постоянная война и даже некоторые умные христиане говорят что у них производится война за души человеческие Я хочу сказать вам что Бог ни с кем не воюет потому что во всей вселенной нет другой опции для Бога он над всем начальствует и сам дьявол и бесы и ангелы его это все инструменты в его руки он использует все и всех для того чтобы достигать своих целей а так почему Яков использует такие выражения что иногда Бог дает проверку или испытания а иногда искушения Я хочу чтобы мы поняли во-первых в жизни все проходит через проверки даже маленькие дети когда они учатся в школе раз в 3-4 месяца у них есть экзамен по предметам проверяют их насколько они готовы перейти на новый уровень то есть экзамен для того чтобы перейти на следующий уровень помните рассказ Авраама Ицхака испытал Господь Авраама смог ли он излить себя перед Творцом мира и Авраам прошел этот экзамен и Моше тоже и Давид преуспел в этом мы читаем про нашего Господа Ишуа что Дух Святой повел его в пустыню для того чтобы он был искушаем от дьявола все проходит через испытания но также есть в нас искушения например когда ты открываешь свой фейсбук или какой-то сайт для того чтобы посмотреть фильм кто смотрит через интернет фильмы в основном все всегда есть какая-то грубая реклама и и твой выбор это нажать на рекламу или нажать на крестик и закрыть эту рекламу и ты можешь нажать на рекламу и искушаешь себя и один раз ты себе допустил маленькое искушение потом большое а потом ты изменил своей жене поэтому здесь Яков говорит ребят Бог стоит над всем но вы не нужно обвинять дьявола что он вас искусил потому что часто происходят проблемы потому что вы сами идете и ищете себе проблемы если вы хотите сохранить свою праведность в Боге тогда Господь обещает вас сохранить от дьявола но если вы сами играете с огнем то вы получите ожог получите точно и что здесь написано ребят у вас есть ответственность и конечно нам нужно понять когда мы впадаем в испытание важно сделать одну вещь закричать Господу чтобы он помог нам потому что когда ты кричишь ему он тебе помогает иногда он посылает людей которые тебя услышат но всегда ты получишь несколько советов и получишь несколько мудрых советов как пройти трудные времена если ты сделал глупость как ее исправить и через равный знак можно поставить мудрость и терпение это то что мы приобретаем когда мы проходим испытание испытание второе лицеприятие сравнивать лица лицеприятие давайте прочитаем вторую главу я читаю с самого начала смотрите братья чтобы у вас верующих прославленного Господа нашего еще не было пристрастного отношения к людям предположим придет на ваше собрание богач золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде ведь вы сразу обратите внимание на того кто в роскошной одежде и скажете садись сюда здесь хорошее место а бедняку скажете ты там стань подальше сядь там ты дальше у ног моих разве тем самым вы уже не провели различия между братьями не стали судьями неправедными послушайте братья мои любимые разве не бог избрал бедняков мира чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство которое он обещал тем кто его любит а у вас бедняк унижен а разве не богачи вас угнетают разве не они таскают вас по судам и так далее кемат кемат вы и ленин практически слова ленина эти богачи вас душат эти богачи так смотреть не очень правильно здесь говорится о двух вещах и нам нужно понять мудрость цветых писаний когда говорится что когда в общину заходят два разных человека поймите что в этом месте все равноценны потому что Господь сидит настолько высоко что с его высоты неважно какой у тебя рост 180 или 160 потому что тот который сидит настолько высоко для него все выглядят одинаково я я утрирую конечно он знает нас точно он даже знает сколько волос у каждого на голове но у Бога для Бога не важно кто ты бедный здоров здоров или больной умный или глуп он смотрит на тебя по своим параметрам и на сколько он тебе дал таким образом он на тебя смотрит это мы люди которые говорят если у меня мышцы то все должны быть с мышцами или если у меня есть деньги то я буду выбирать только таких друзей у которых есть деньги когда мы приходим в Дом Господа все равны перед ним потому что мы стоим перед отцом всех но есть люди которые автоматическим образом читают эти слова и ко всем относятся одинаково и они идут на работу и его начальник говорит ему иди сделай то и то а ты ему отвечаешь еще чего у нас коммунистический строй и все мы равны святые писания говорят нам много примеров как почитать тех которые находятся у власти не надо никого подлизывать говорить нормальным образом и просить у Бога мудрости но почитать власть тогда ты будешь успешным человеком и не будешь униженным и тебя не будут ранить но только перед Богом мы все равны если ты пойдешь в банк для того чтобы просить суду не можешь сказать ну бегай для меня туда и сюда они проверят что у тебя есть и скажут иди-ка ты побегай там но если ты будешь приятным человеком если ты будешь мудрым человеком почитай притчи и Господь откроет перед тобой двери и даст тебе правильный путь но перед Богом нет кого-то лучше кого-то хуже потому что когда ты своим пальцем указываешь тот хороший тот плохой тогда Яков говорит ты себя делаешь судьей но еще сказал тем судом которым вы судите тем вы будете судимы поэтому чему мы здесь учимся гордость это плохо будь простым человеком будь нормальным простым человеком не человеком который перед всеми унижает себя специально будь человеком чтобы твое слово было твоим словом и чтобы твое отношение было уважительным ко всем тогда ты увидишь большой успех в дополнении мы продолжаем дела это из-за чего Лютер хотел выкинуть Якова из Нового Завета извините меня ребята из Германии что я сейчас буду Лютером и грубо говорить про него каким-то образом он был революционером но также многие вещи он сделал плохо в конце своей жизни он был настоящим антисемитом и что я как еврей буду сейчас ему давать приз естественно я его не люблю но в свое время он сделал какую-то реформацию слава богу мы относим себя к книге в которой есть много людей которые каждый день делают реформацию и дела в протестантском мире или в харизматическом часто мы говорим неважно как ты делаешь важно как ты веришь потому что верой мы оправдались через кровь Ишуа Маши во-первых я на это провозглашение первые скажу потому что каждый из нас столько много грешит и у каждого есть проблемы с его характером и каждый сам по себе тоже делает проблемы и каждый уникален в своих хороших сторонах и в плохих поэтому в Исаии написано что мы все как овцы согрешили совратились мы пошли неправильным путем и много есть мест в Писаниях которые по-разному говорят но послание одно и то же каждый делает проблемы нет исключений иногда в нашей еврейской традиции мы хотим оправдать наших патриархов но Авраам сказал про свою жену что она его сестра потому что потом фараон взял чтобы она была его женой он имел в виду что-то другое извините но это была ошибка это был грех туда сара слава богу что господь сохранил сару или рувен лег в пастель своего отца помните да с белой как ее звали белла 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 шекару лабил ха лобэла зелу мишанет иньян неважно как ее звали сути это не меняет есть толкователи говорят нет он просто сидел на кровати своего отца и они там мирно беседовали мороженое с виски кушали нет они согрешили и из-за этого греха он потерял свое первородство но мы понимаем что нет праведного нет праведного ни одного кроме Божьего Сына и не по нашим делам а только из-за того что он умер ради нас и воскрес только этим мы оправдываем но Яков говорит здесь открытым образом если мы начинаем идти за Богом власти Ишуа Мессии в нас должна произойти трансформация без трансформации все наши будущие оправдания это все ерунда давайте прочитаем послание Якова вторая глава я начинаю читать с 14 стиха до 26 12 стихов я буду читать что пользы братья мои если кто говорит что он имеет веру а дел не имеет может ли эта вера спасти его если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания а кто нибудь из вас скажет идите идите гуляйте там заработайте погрейте с миром но не даст им потребного для тела что пользы так и вера если не имеет дел мертва сама по себе но ты скажешь ты имеешь веру а я имею дела покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу тебе веру мою из дел моих и я как говорит ты веру что бог един хорошо делаешь и бесы веруют в это и трепещут по сукчайсре ты говоришь я верю в оправдание мессии ты веришь в великую силу ешуа ты веришь в бога и бесы тоже они все это знают но они не пользуются они продолжают делать свое зло не хочешь ли знать не основательный человек что вера без дел мертва не делами ли оправдался авраам отец наш возложив на шепт в кисака сына своего видишь ли вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства исполнилось слово писания вера в авраам богу и это вменялось ему в праведность и он наречен другом божьим есть столько много мест святых писаниях которые говорят нам что вера это как начало это как ты падаешь в источник и начинаешь пить с этого источника и тогда воды жизни будут проистекать через тебя по-другому ты неверующий ты просто много говоришь если ты не делаешь добрые дела перед богом и перед людьми для бога и для людей как Дима сегодня учил то это все просто и ты неверующий я хочу направить вас еще в одно место это Матфея откройте вместе со мной в конце Евангелия от Матфея до того как Ешуа возносится на небо он говорит своим ученикам говорит им так я читаю с 18 стиха все знают эти стихи на небе на земле так ступайте сделайте все народы моими учениками погружайте их во имя отца сына и святого духа и научите их соблюдать все что я сделал это водное погружение так написано в еврейских традициях есть несколько водных погружений есть водное погружение для того чтобы очиститься например женщина проходящая нечистые дни идет и делает миквы человек который чувствует что он что-то согрешил или на нем наложен какой-то груз он идет и также принимает миквы есть другое погружение когда человек не еврей проходит гиур то он заходит в воду и теперь потом провозглашают над ним теперь ты еврей но здесь написано о другом погружении погружать во имя отца сына и святого духа тут многие говорят вот здесь вам пример троицы но здесь не говорится про троицу лейтавель бешем шел мишу погрузиться во имя кого-то в еврейской традиции значит стать его рабом вы знаете это похоже на то что когда говорится в писании раба пригвозди уха к двери то есть человек становится рабом тавов чье имя он погрузился и в еврейской герменевтике также происходит такая вещь что посланный равен пославшего его то есть отец посылает сына и Ишуа говорит вся власть отца дана мне потом он говорит я иду на небо и я вам посылаю святого духа и что святой дух должен сделать на поле на поле напомнить все чему Ишуа научил своих учеников поэтому значение того что Ишуа говорит здесь погрузить их во имя отца сына и святого духа чтобы вы вспомнили все чему учил Ишуа через святого духа и чтобы так же как Ишуа вы стали сынами и рабами бога что значит раб бога это тот кто делает работу бога не говорит громкими словами слова это нормально самое главное чтобы были еще и дела дела если кто-то говорит что я оправдался и сидит гашиш курит то он вам врёт но что у нас два два раз слышно это хорошо Но кто исполняет дела Отца или Ишуа Машеха, ради Господа и ради людей, он действительно верующий. Вот вам три небольших урока с послания Якова. Брата Ишуа Машеха. Который через Святого Духа передал нам несколько простых вещей, но очень хороших. Давайте мы помолимся. Я молюсь, чтобы эти качества были нашими качествами, чтобы не словами мы отличались только от других людей, но также и делами. Я молюсь, Отец, чтобы наши дела были этой основой, чтобы на ней ты устроил место, куда Ишуа вернется. Я молюсь, Отец, чтобы каждый из нас действительно ходил в своей жизни в страхе Господа и был мудрым и преуспевал и был благословенным с небес. Я молюсь во имя Ишуа. Амин.